Рассмотренные нами ранее обобщенные контейнеры и обобщенные алгоритмы должны эффективно работать вместе. Роль связующего звена в этом случае выполняют итераторы STL. Итераторы являются обобщением понятия указателя и, как мы уже знаем, реализуются как встроенные типы соответствующих контейнеров. Впрочем, задача итераторов заключается не только в том, чтобы обеспечить эффективное взаимодействие алгоритмов и контейнеров там, где это возможно. Задачей итераторов, среди прочего, является создание непреодолимых барьеров в тех случаях, когда совместная работа алгоритма и контейнера приведет к низкой производительности, а потому предельно нецелесообразна. О том, как это делается, мы поговорим немного позднее. Пока же обратим внимание на принятую классификацию итераторов, которая представлена на данном слайде и, вообще говоря, не меняется уже достаточно продолжительное время. Как объектно ориентированные аналоги указателей, итераторы поддерживают ту же арифметику, что и сами указатели, известные еще со времен языка си. Впрочем, сказать только это означает сказать лишь половину правды. Вторая половина заключается в том, что итераторы, в отличие от указателей, разница по своим возможностям, и это показано на текущем слайде. Стандартная библиотека шаблонов разделяет итераторы по поддерживаемым ими операциям и выделяет пять категорий итераторов. Рассматривая разрешенные для отдельных категорий итераторов операции, нетрудно видеть, что даже операция разыменования присутствует на нашей схеме два раза. Различается разыменование итератора на чтение и разыменование итератора на запись. Разыменование на чтение означает, что безопасной является только операция чтения. Запись в такой итератор может привести к неопределенному поведению. Аналогичная, но зеркальная логика связана с разыменованием иного вида итераторов на запись. О каких же пяти категориях идет речь и где они могут встречаться и использоваться в библиотеке STL? Проще всего присущее STL разнообразие категорий итераторов проиллюстрировать потребностями обобщенных алгоритмов. В самом деле, для того, чтобы найти в последовательном, например, контейнере то или иное значение, достаточно уметь только двигаться по этому контейнеру в одном определенном направлении, условно говоря, от начала контейнера к концу контейнера и быть способными разыменовывать элементы исключительно на чтение. Такая потребность описана в терминах STL как требование подачи на вход алгоритма поиска так называемого входного итератора. Входной итератор является одним из двух минимальных итераторов STL и поддерживает крайне ограниченный список операций. В этот список, помимо разыменований на чтение, входит префиксный и для симметрии также постфиксный инкремент и операции сравнения на равенство и неравенство. В свою очередь, для того, чтобы иметь возможность копировать содержимое контейнера на новое место, необходимо обладать возможностью разыменовывать итератор контейнера-приемника на запись. При этом сравнивать такой итератор с чем-либо не обязательно, поскольку количество шагов, которые необходимо совершить по исходному контейнеру, определяется вовсе не этим итератором, а его собратом, который также передается на вход алгоритма копирования, а именно входным итератором, или, говоря более строго, парой входных итераторов. Кстати говоря, пара входных итераторов, независимо от того, какую конкретно операцию выполняет обобщенный алгоритм, всегда задает полуинтервал. Другими словами, итератор, который обозначает начальную позицию, всегда указывает на конкретный элемент контейнера, а итератор, который соответствует заключительному положению, всегда указывает за последний элемент, а потому не может безопасно разыменовываться. Впрочем, потребности в его разыменовании на самом деле и не возникает. Однако вернемся к принятой в STL классификации итераторов. Итератор, одновременно обладающий способностями входного и выходного, известен как однонаправленный итератор. Потребность в таком однонаправленном итераторе может возникнуть при решении задачи замены значения внутри контейнера. Действительно, замена предполагает, что мы имеем возможность как читать конкретные элементы контейнера, так и записывать в эту же позицию. Если к возможностям однонаправленного итератора добавить возможность движения в противоположную сторону, условно говоря, от конца контейнера к началу контейнера, и эта возможность движения будет реализована префиксным и постфиксным декрементом, мы получаем двунаправленный итератор. Двунаправленный итератор – это ровно та категория итераторов, которая предоставляется списком лист. В свою очередь, однонаправленный итератор – это та категория итераторов, которая предоставляется новым контейнером C++11, однонаправленным списком forwardList. Наконец, если добавить столь важную для поддержки массивов функцию арифметики указателей, как сложение указателя, а стало быть и итератора с натуральным числом, мы получаем итераторы произвольного доступа, которые предоставляются, например, такими последовательными контейнерами, как двусторонняя очередь, то есть дек, или динамический массив, то бишь вектор. Анализируя данную схему, можно прийти и к одному выводу, который крайне прост и одновременно крайне важен. Вывод этот заключается в том, что, условно говоря, алгебраическая мощность итераторов, которые с одной стороны предоставляются обобщенными контейнерами, а с другой требуются для работы обобщенных алгоритмов, должна находиться в определенном соответствии. Итератор, который предоставляется контейнером, должен быть не слабее итератора, который требуется на стороне алгоритма. Именно это условие и является тем самым непреодолимым препятствием, которое не позволяет формировать код, который бы был направлен на неэффективную комбинацию контейнера с одной стороны и алгоритма с другой. Именно по этой причине глобальный обобщенный алгоритм сортировки не подходит для работы с одно- и двунаправленными списками. Аналогично глобальный алгоритм инверсии элементов контейнера, который требует на свой вход двунаправленный итератор, не подходит для работы с одно-направленным списком. Этот ряд примеров можно было бы еще продолжать, однако зададимся иным вопросом. Какое место в этой классификации итераторов могли бы занять стандартные указатели языка C++, а точнее говоря, языков C и C++, которые известны уже более 40 лет. Анализируя ту линейку операций, которые характерны для итераторов, легко заметить, что она полностью повторяет так называемую арифметику указателей. И это неудивительно. Арифметика итераторов и указателей при всей кажущейся несхожести ввиду процедурного характера указателей и объектно-ориентированного характера итераторов, а также различий в уровне абстракции самих операций является одним и тем же набором алгебраических действий. Соответственно, можно сказать о том, что канонические указатели C и C++ являются полным аналогом итераторов произвольного доступа STL. Больше того, канонические типизированные указатели C и C++ могут использоваться ровно в том же контексте, в котором могли бы использоваться итераторы произвольного доступа стандартной библиотеки шаблонов. Яркой иллюстрацией этого являются приведенные на данном слайде примеры обращения к обобщенным алгоритмам копирования и замены элементов контейнера. Первый пример, который связан с обращением к STD-копии, иллюстрирует также один нюанс. Обратите внимание, что передаваемая на вход обобщенного алгоритма пара указателей, которая в данном случае выступает в роли итераторной пары, является полуинтервалом, ровно так, как мы с вами обсуждали немного ранее. Действительно, левый элемент полуинтервала это нулевой, то есть существующий элемент канонического массива. Правая граница этого полуинтервала – элемент с индексом n, который по очевидным причинам в условиях данного определения структур хранения не существует. Это первый элемент, который следует за концом массива, а потому может лишь адресоваться, но не может разименовываться ни на чтение, ни на запись. Операция вычисления адреса n-ого элемента, как напрямую следует из стандарта на язык программирования, является безопасной. Более того, единственной безопасной операцией, которую можно выполнить с этим виртуальным объектом. Действительно, этого элемента в контейнере уже не существует. Однако, ровно по этим же правилам формируются и итераторные пары, которые ранее мы упоминали как ограниченные итераторами с метаименами first и last. Второй пример. Обращение к алгоритму std-replace является примером того, как пара указателей может ограничивать не весь контейнер, а только его часть. В этом случае оба адреса, очевидно, соответствуют существующим в контейнере элементам. Переходя от рассмотрения итераторов, требуемых обобщенными алгоритмами, к разбору итераторов, предоставляемых стандартными же контейнерами stl, напомним, как именуются соответствующие итераторы в составе контейнеров. Итераторы в составе контейнеров реализуются как встроенные типы и имеют единообразные имена, независимо от того, ведем ли мы речь о последовательных или упорядоченных ассоциативных контейнерах. Заметим, что в ряде случаев эти имена не в полной мере соответствуют характеру самих итераторов. В частности, для итераторов множества и мультимножества даже изменяемый по названию итератор является константным. Причины этого мы с вами обсуждали немного ранее. Впрочем, независимо от того, возьмем ли мы в качестве предмета нашего рассмотрения изменяемый или константный итератор прямого или обратного обхода, такой итератор будет итератором замены. Итератор замены – это такой итератор, попытка записи в результат разыменования которого приведет к исчезновению из соответствующего элемента ранее хранившегося в нем значения и появлению на этом же месте нового. Такое поведение удовлетворяет нас в большинстве случаев, однако же не всегда. Помимо прочего, это означает необходимость позаботиться о том, чтобы в самом контейнере, по крайней мере, было необходимое для размещения записываемых значений пространство. А это означает необходимость предварительного проведения операций выделения памяти в объеме, который, опять же, заранее, иногда может быть неизвестен. Решением этой проблемы на теоретическом уровне мог бы быть переход от семантики замены значений к семантике вставки значений. Однако так, вообще говоря, встроенные итераторы не работают. Для того, чтобы заставить итераторы служить итераторами вставки, необходима соответствующая адаптация самих контейнеров. Посмотрим, каким образом эта адаптация выполняется. Для этого, прежде всего, определим, что является предметом адаптации, то есть желаемого изменения поведения соответствующего программного объекта и какие варианты адаптации существуют. Очевидно, что предметом адаптации является поведение операции разыменования итератора, которая перестает быть операцией обычного доступа к уже существующему элементу, а превращается в операцию, которая самостоятельно решает задачу выделения дополнительного пространства под записываемое значение. В свою очередь, значение может записываться в начале, в конце контейнера или в произвольной его позиции. Таким образом, мы получаем три различных стратегии адаптации встроенных итераторов контейнеров. Каждая из стратегий реализуется соответствующим шаблоном класса. Применение здесь шаблонов класса не должно пугать вас большим количеством символов и сложностью, возможно, кажущейся сложностью, синтаксических конструкций. Подчеркнем, что вся работа с шаблонами сводится к событиям времени компиляции, а значит, накладывая определенную нагрузку на компьютер разработчика, освобождает от этой нагрузки компьютер будущего пользователя. Впрочем, мы сами, как разработчики, пожалуй, тоже никогда не отказываемся от возможности оптимизировать свою деятельность. Для того, чтобы упростить синтаксические конструкции, связанные с внедрением и реализацией итераторов вставки, взамен итераторов замены, стандартная библиотека предлагает три несложные функции. Примерная реализация одной из таких функций и пример ее практического применения показаны на данном слайде. Но прежде чем пояснить, на чем и как строится эта работа, позволим себе ввести один дополнительный термин. Как мы только что говорили, для изменения поведения операции разыменования контейнерного итератора применяется специальный шаблон класса, который в свою очередь параметризуется типом параметра контейнера. Назовем такой шаблон адаптером для простоты дальнейшего пояснения. В таком случае, переходя к рассмотрению реализации функции backinserter, заметим, что эта функция при всей ее мнимой тяжеловесности является однооператорной конструкцией и по этой причине определяется как встраиваемая, то есть inline функция. Результат вызова этой функции есть следующая конструкция. Очевидно, что эта конструкция записывает тип данных. Этот тип данных получается путем конкретизации адаптера при помощи того или иного класса контейнера. Перейдем к реализации самой функции. На вход эта функция принимает ссылку на ранее созданный существующий контейнер C. А возвращает следующий результат. Нетрудно видеть, что этот результат строится следующим образом. В качестве типа данных, который является одновременно результатом функции, выбирается результат конкретизации адаптера конкретным контейнером. Однако результат конкретизации адаптера контейнером – это тип. Этот тип является классом, который в свою очередь инстанцируется. Инстанцируется он при помощи вызова конструктора, на вход к которому и передается экземпляр контейнера C. Ставя своей целью максимально упростить изложение этих довольно нетривиальных конструкций, мы преднамеренно опустили тот факт, что объект std-backinserter является не функцией в чистом виде, а шаблоном глобальной функции, параметризованным типом контейнера. Использование такого шаблона глобальной функции существенно упрощает запись исходного кода, в чем вы можете убедиться на представленном ниже примере. Задача, которая решается в данном примере, состоит в создании копии списка в виде вектора. При этом необходимое для копирования элементов списка пространство в векторе заранее не формируется. Вектор расширяется по мере того, как в него добавляются новые элементы списка. Этот пример требует применения итераторов вставки и при отсутствии или при нежелании использовать шаблон глобальной функции backinserter запись могла бы выглядеть, например, так. Согласитесь, что она достаточно громоздкая и читается, вообще говоря, с трудом. Это связано с тем, что мы вынуждены использовать вложенные шаблонные параметры. Сначала контейнер вектор параметризуется типом своих элементов int, а затем сам выступает аргументом шаблона адаптера, инстанцирование которого требует подачи на вход его конструктора экземпляра созданного ранее объекта Vector1. При использовании шаблона глобальной функции backinserter запись делается гораздо проще. При этом все, что необходимо для преобразования вызова такой встраиваемой функции в реальный машинный код, связано с событиями времени компиляции, а потому не создает избыточной нагрузки при исполнении этого кода на компьютер пользователя. Называя шаблоны классов, используемые для изменения поведения контейнерных итераторов адаптерами, мы из подволь начали знакомить наших зрителей с ландшафтом шаблонов объектно-ориентированного проектирования и дизайна. Шаблон-адаптер является типичным представителем шаблонов проектирования ГОФ, описанных в известной книге Эриха Гаммы и его соавторов. Четверка авторов этой книги получила широкое признание и образное обозначение как «банда четырех» или «ганг оф фор». О пространстве шаблонов «банды четырех» мы обязательно поговорим позднее в нашем видеокурсе. Пока же обратимся к еще одному типичному представителю этого каталога шаблонов, и, как ни странно, этим представителем окажется итератор. В самом деле, понятие «итератор» используется не только разработчиками библиотеки STL, но и авторами книги о шаблонах объектно-ориентированного проектирования. В обоих случаях под итератором понимается класс, основной зоной ответственности которого является реализация того или иного порядка обхода сложного объекта или агрегата. Цель такого обхода, как правило, заключается в том, чтобы посетить каждый элемент агрегата и выполнить с ним то или иное действие. В этом смысле можно сказать, что понятие «итератор» в STL и понятие «итератор» в каталоге «банды четырех» до определенной степени совпадают. Будучи стандартным решением стандартной же архитектурной задачи, итераторы отличаются изрядным многообразием. Помимо итераторов замены и вставки, которые мы обсудили с вами ранее, в STL существуют так называемые «потоковые» итераторы, которые в свою очередь, опять же, адаптируются для работы с входными и выходными объектно-ориентированными потоками из стандартной библиотеки Iostream. Вспомнить о том, что итератор является не только элементом STL, но и паттерном проектирования, нас заставляет существование такого, казалось бы, малоценного и чересчур экзотического объекта, как итератор «конец потока». Первое впечатление от знакомства с этой разновидностью входного потокового итератора является обманчивым. Входной потоковый итератор «конец потока» решает примерно ту же задачу, что и функция «конец файла». В контексте стандартной библиотеки шаблонов итератор «конец потока» является основным и, пожалуй, единственным из доступных средствам решения соответствующей задачи. С точки зрения пространства паттернов проектирования, итератор «конец потока» выступает в качестве вырожденного итератора, который не позволяет так или иначе обходить агрегат, а является специализированным маркером. Создатели каталога «банды четырех» даже придумали для таких итераторов специальное обозначение. По аналогии с пустыми указателями, которые никуда не ведут, итераторы подобного рода тоже называют пустыми. Пустой итератор в составе STL имеет, безусловно, весьма узкую, но в то же время четко очерченную зону ответственности, и в ряде ситуаций обойтись из него действительно невозможно. Посмотрим, как же потоковые итераторы используются при вызове обобщенных алгоритмов. Обобщенный алгоритм Merge, который решает задачу слияния двух контейнеров, своим вызовом демонстрирует порядок использования как потоковых итераторов, так и итератора вставки. Обратим внимание на работу потоковых итераторов. Потоковый итератор, тип которого параметризуется целым, int, а конструктор экземпляра формируется путем подачи на его вход стандартного потока CIN, является тем самым входным потоковым итератором, который предназначен для чтения с консоли значений целых чисел. парный ему потоковый итератор, который также является входным и также параметризован целыми числами, но имеет пустой список параметров конструктора, является маркером конца входного потока и тем самым пустым итератором, о котором мы с вами говорили немного ранее. Наконец, пятым фактическим параметром вызова std merge является итератор вставки. Задача, которая решается данным вызовом, если верить идентификаторам соответствующих объектов, заключается в том, чтобы сформировать двухсвязный список, первую часть которого образуют элементы вектора, а вторую — целые числа из входного потока, при этом количество элементов как в векторе, так и во входном потоке списку заранее не сообщается. В нижней части данного слайда приведена примерная реализация обобщенного алгоритма поиска значений внутри контейнера. Цель, которую мы преследуем, демонстрируя, эту и следующей за ней примерной реализации заключается в том, чтобы приоткрыть завесу над тем, каким образом функционируют обобщенные алгоритмы STL. Внимательно изучая исходный код этой примерной реализации, можно обнаружить определенные закономерности. Прежде всего, закономерности стилистического или синтаксического характера. В частности, для указания на категорию, принимаемого обобщенным алгоритмом итератора, применяются достаточно распространенные обозначения типов этих итераторов, которые соответствуют общеупотребительным названиям их категорий на английском языке. Иногда, впрочем, слово ITERATOR сокращают до первых двух букв IT. При этом, названия элементов итераторной пары, как правило, сохраняются. Это FIRST для начала и LAST для конца соответствующей пары полуинтервала. Переходя от меток 1 и 2 к следующим меткам, обратим внимание наших зрителей на те операции, которые допустимо выполнять над входным итератором контейнеров STL. Это сравнение на неравенство, метка 3, разыменование на чтение, метка 4, префиксный инкремент метка 5 и возврат самого итератора метка 6. Примерной реализацией алгоритма копирования в свою очередь появляется выходной итератор, а вместе с ним и характерные для него операции. В обобщенном алгоритме замены у нас возникает необходимость в однонаправленном итераторе метка 1. Однонаправленный итератор допускает разыменование как на чтение, метка 2, так и на запись, метка 3. Очевидно, для него разрешен префиксный, равно и постфиксный инкремент, метка 4. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...